О блогерстве, кино, телевидении, а также о главном политическом событии года и о роли СМИ в освещении избирательной кампании со студентами Барановичского государственного университета говорил председатель Белтеля радиокомпании Геннадий Давыдьков. Молодые люди не только задавали вопросы лично, обращались и через социальные сети. В 61-й истребительной авиационной базе состоялось торжественное мероприятие в честь провода в запас полковника Александра Потехина. Подарки, которые преподносятся без повода, всегда приятны вдвойне. Водители службы такси «Командир» 7900 посетили социально-педагогический центр и вручили воспитанникам приюта сладости, игрушки и школьные принадлежности. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Знаниями обладает тот, кто задает вопросы. Такими словами, председатель Белтеля радиокомпании Геннадий Давыдьков начал в открытый диалог со студентами Барановичского государственного университета. Перед студентами глава холдинга выступил в нескольких ипостасях. В качестве члена постоянной комиссии Палаты представителей национального собрания, рабочей группы при администрации президента, а также главы крупнейшего в стране медиахолдинга. После краткого экскурса в историю отечественного медиапространства глава Белтеля радиокомпании ответил на вопросы аудитории. Общение без посредников длилось более двух часов. Задавать вопросы присутствующие могли как лично, так и в режиме реального времени через информационный ресурс. Своего рода лазейка для тех, кто стесняется выступать перед аудиторией. Среди интересующих тем вопросы, которые касаются сетки вещания, ретрансляции зарубежных программ и актуальности использования тактики шока в социальной рекламе. Не обошли вниманием студенты и отечественный кинематограф. О белорусском кинематографе. Вы с ним очень хорошо дружите, вы всегда почетный гость на кинофестивале «Листопад». Мой любимый белорусский фильм, надеюсь, я не одна его знаю, многие его знают, это Анастасия Слудская. Вы в нем тоже принимали непосредственно участие, в одной из главных ролей снимались. Скажите, пожалуйста, Геннадий Брониславович, когда мы увидим хорошее белорусское новое кино о исторических событиях, более давних, чем Великая Отечественная война. Геннадий Брониславович – ведущий и в этой теме. Широкой публике он известен как актер, режиссер и продюсер. Однако, пожалуй, самой интересной темой в ходе открытого диалога стал вопрос конкуренции интернет-блогерства и телевидения. Когда встречаешься с молодежью, невольно сам молодежь это ощущается. И по тем вопросам, нестандартным, интересным, довольно парадоксальным. То есть никогда невозможно предсказать, о чем тебя спросят. И это очень приятно, потому что, во-первых, невозможность уйти в сторону от ответа. Это очень приятные ощущения от аудитории, от молодежи, от пытливых глаз. Я вижу, что ребята нацелены на будущее, нацелены на профессию, нацелены на созидание. Вот здесь вот будущее коется странное. Стоит отметить, что в стенах Барановичского государственного университета открытый диалог успешно практикуется не первый год. И всякий раз студенты подходят к этому событию со знанием дела. Случайных людей здесь нет, у каждого своя мотивация. Да и как иначе, если студенческая молодежь – люди, направленные на успех? Еще одна цитата главы Белтеля радиокомпании. Уважаемые телезрители, в субботу, 17 сентября с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Леонидом Александровичем Цуприком. По вопросам организации работы, социальной сферы, образования, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте 8 0 162 21 31 21. В этот же день, 17 сентября, с 9 до 12 часов заместитель председателя Барановичского районного исполнительного комитета Сергей Сергеевич Слива проведет прямую телефонную линию. Свои вопросы можно задать по номеру телефона 41 38 31 61-я истребительная авиационная база лучшая среди авиационных частей ВВС и войск ПВО Беларуси. Этот статус частей неоднократно подтверждала на разных учениях. Здесь проходил службу первый герой Беларуси Владимир Корват, который в 1996 году ценой собственной жизни предотвратил падение самолета на населенный пункт. В истории базы есть страницы интернациональной помощи корейскому народу и выполнения задач следового аэродрома в Заполярье. Не один год этим воинским коллективом командовал Александр Потехин. Накануне в 61-й авиабазе состоялась церемония прощания военного летчика-снайпера полковника Александра Потехина с боевым знаменем части и воинским коллективом. На плацу в этот день военнослужащие 61-й истребительной авиационной базы собрались, чтобы отдать дань уважения человеку, под руководством которого служили. Много добрых слов было сказано в честь Александра Потехина, полковника, летчика-снайпера, офицера с большой буквы, отметил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Республики Беларусь Олег Двигалев. Вручая от министра обороны макет пистолета-пулемета Шпагина ППШ, от командования ВВС и войск ПВО набор хрустальной посуды с логотипом военно-воздушных сил. А он произносил такую фразу. Вы не успеете выпить чашечку кофе, а истребитель будет уже в воздухе. Вот с этими словами я вручаю вот эту плакетку от офицерского собрания военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны нашему командиру. Конечно, жалко прощаться с этим человеком, но мы с ним не прощаемся, мы просто немножко переходим в другую сферу отношений, на другую степень, стадию. Он остается в наших рядах, потому что действительно тот опыт, который Александр Николаевич приобрел за время службы, он востребован в военно-воздушных силах Республики Беларусь. Жалко, конечно, что он не полностью себя реализовал еще, но мы понимаем все, что управлять реактивной авиацией – это не только сложность самого процесса управления, но это дополнительная нагрузка на здоровье. И многие летчики, особенно истребительной авиации, бомбардировочной авиации, часто уходят со службы, не выбрав полный объем лет нахождения на военной службе. Командир действительно с большой буквы, очень пользуется авторитетом не только в военно-воздушных силах и войсках ПВО, но и в целом в вооруженных силах нашего государства. Александр Потехин родился в селе Михайловка, Сакского района Крымской области, в семье военнослужащего. Его отец служил в Советской армии кадровым офицером в качестве авиационного техника. Немногие знают, что Александр Николаевич закончил школу с золотой медалью. Он поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. С 1992 по 2000 год становление молодого офицера проходило в Березе, в 927-й Кёнигсбергской краснознаменной урдена Александра Невского истребительной авиационной базе, где лейтенант вырос в должности до командира авиационного звена. В 2000 году Александр Потехин поступил в Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина, а после окончания учебы продолжил службу в Барановича в 2002 году. Сначала в должности командира звена, затем был назначен командиром авиационной эскадрильи на самолеты Су-27, был начальником штаба авиабазы, потом командиром 6 лет. Я сейчас, когда анализирую, оцениваю это все, конечно, я счастлив. И очень горжусь тем, что мне посчастливилось командовать 61-й истребительной национальной базы. Особенность это, конечно, коллектив потрясающий. Я вам говорю, как профессионал, как летчик, что лично стал способен выполнить любую задачу. Любую задачу. И он, несмотря ни на какие трудности, сделает так, как надо. Уверен, что дальше традиции будут продолжаться. Сейчас командиром стал начальник штаба, мы хороший товарищ. Мы вместе служили, вместе летали. Поэтому я думаю, все это будет продолжаться. Это очень радует, это греет. Грустно расставаться, грустно расставаться с небом, с самолетом. А так, ну, все равно всему когда-то приходят. Не все мы не вечные. И я скажу одну фразу, что летчиков бывших не бывает. Поэтому я еще, скажу так, еще крайне по лесу не слетал. Я думаю, что еще полетаем. 61-я истребительная авиационная база не просто одна из, а самая лучшая среди авиационных частей ВВС и войск ПВО Республики Беларусь. Этот статус часть неоднократно подтверждала в результате различных мероприятий по боевой подготовке. В 61-й истребительной авиационной базе есть хорошее будущее. Буквально, находясь с министром обороны на международном форуме в Российской Федерации армия 2016, мы обговаривали вопрос закупки новых самолетов Су-30СМ для 61-й истребительной авиационной базы. Кстати, новый командир, полковник Пыжик, он уже совершил полет на этом самолете и очень хорошие отзывы. Поэтому перспективы есть, они хорошие. И наши летчики будут продолжать летать и бороздить просторы Республики Беларусь, обеспечивая мирное небо над нашими гражданами. И вот самый волнительный момент. Знаменная группа офицеров 61-й истребительной авиабазы, чеканя строевой шаг, вынесла на середину плаца святыню части, боевое знамя. Бывший командир, полковник Потехин, преклонил перед ней колено и поцеловал алое полотно, символ воинской чести, доблести и славы. Когда подразделения авиабазы заканчивали прохождение торжественным маршем в небе над плацом, неожиданно послышался гул боевого самолета. Символическое досвидание командиру от военных товарищей и крылатой птицы, у которых летчик Потехин уверен, тоже есть память и характер. Национальный банк Беларуси выпускает в обращение памятные монеты «Свет в отшиме детей». Номинал серебряной монеты 20 белорусских рублей, тираж 500 штук. Также выпущена медно-никелевая монета номиналом 1 рубль, тиражом 2000 штук. На аверсе монеты слева расположены рельефные изображения государственного герба Беларуси. Под ним указан номинал «Год выпуска» и «Проба сплава». Справа сверху стилизованная надпись в две строки «Республика Беларусь». Внизу композиция из детских рисунков. На реверсе в центре изображение мальчика и девочки с деревянными птицами в руках. По кругу идут. Вверху надпись «Свет в отшиме детей», внизу стилизованная орнаментальная полоса в дизайне монеты, использованные композиции из рисунков детей до 6 лет, которые стали победителями открытого конкурса рисунка. Дети рисуют монеты. Проведенного нацбанком. Монета Чеканины в ЗАО «Литовский монетный двор». Подарки, которые преподносятся без повода, всегда приятны вдвойне. Водители службы такси «Командир» 7900, спонтанно решив собрать деньги, посетили социально-педагогический центр и вручили воспитанникам приюта сладости, игрушки и школьные принадлежности. Подробнее о том, как это было в нашем следующем сюжете. В Барановичах на сегодняшний день семь служб такси. И командир 7900 одна из самых молодых. Ей всего-то полтора года. Однако дружный коллектив уже сейчас не только старается радовать горожан быстрым и качественным обслуживанием, но и делать для города другие добрые дела. К примеру, спонтанно, без повода собрать деньги и неожиданно целой колонной из такси приехать с подарками к воспитанникам детского приюта при социально-педагогическом центре. Мы с самого образования нашего такси решили принимать постоянно участие в подобных акциях благотворительных. Мы раньше постоянно тоже собирали деньги, процент от поездок. Мы планируем в будущем делать то же самое, но в данный момент это денежные средства, которые непосредственно сам водительский состав, собственного кармана, добровольно, для того, чтобы помочь в этом благородном деле, помочь детям, которые, к сожалению, остались одни. На сегодняшний день в социально-педагогическом центре прибывает около 20 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Все они попали сюда, конечно, не от хорошей жизни. Причины могут быть самые разные. Это и злоупотребление спиртными напитками, это и семейные скандалы, это тяжелые бракоразводные процессы и так далее, и так далее. Эти дети, конечно же, ждут каких-то подарков, ждут положительных эмоций, ждут чуда и ждут сказки. Конечно, встреча с неожиданными гостями порадовала ребят. Каждому из них достались какие-нибудь подарки. Девочкам подарили куколы, резинки для волос, мальчишкам игрушечные пистолеты и мечи. Кроме того, служба такси закупила для детей школьные принадлежности, напитки и несколько пакетов сладостей, которые детвора просто обожают. Воспитанники приюта, которые получают подарки не так уж часто, были искренне благодарны за них. Люблю играть в футбол, в волейбол, много чем люблю заниматься спортом, и хорошо умею играть в футбол. Подарили мячик, и мне это очень понравилось. Ну вот мне очень понравилось, как-то не ожидал, что много таксистов тут приедут. Вот подарили нам мячик, девочкам куклы, вот очень-очень много складостей привезли, печенье, конфеты. Много положительных эмоций испытали и сами таксисты, которые даже не ожидали настолько теплого приема своей неожиданной затеи. Вот сам момент, когда мы раздавали эти подарки, ну прям, честно говоря, на сердце приятно становится. На детишек смотришь, тоже приятно становится. У каждого из нас тоже есть дети, и просто хотелось бы, чтобы эти дети тоже не остались без внимания. Если кто-то по возможности, у кого-то есть тоже возможность помочь этим детишкам, ребята, не проходите мимо. Брестская, 188, они всегда ждут с раскрытыми дверями, то есть как бы рады видеть всех. Правду говорят, что когда у тебя все хорошо, не жалея, делись своим благополучием с теми, у кого в жизни не так уж много поводов до радости. И тогда счастье в мире станет хоть чуточку, но больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...